Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. У нас рассматривается несколько вариантов изымания земельных участков. Несанкционированные свалки, проблемы с записью в поликлинику, что еще беспокоит жителей Матюкова, узнаем в выпуске. Безопасность прежде всего. И, сходя с этого, мы проводим эти тренировки и для водителя, чтобы знали, как действовать. Антитеррористические учения для водителей автобусов прошли в округе. Большое количество людей посетило наш концерт. Более двух с половиной тысяч наших жителей серебряного возраста. Участники клуба «Активное долголетие» закрыли сезон праздничным концертом. Спитываем здоровое поколение, чтобы могли защитить себя, своих близких не давали в обиду. В округе провели первенство в Московской области по самбо. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете. Главными вопросами повестки еженедельного оперативного совещания стали итоги эко-акции «Вода России» и «Экобум». Традиционный весенний месячник по благоустройству, предстоящие масштабные акции «День добрых дел» и «Всероссийский субботник». 27 апреля объявлено «Сероссийским субботником». Мы приглашаем всех желающих принять активное участие в этом марафоне чистоты. Еще одна акция при поддержке губернатора 27 апреля стартует «День добрых дел». Основная идея акции – это вовлечение школьников Московской области в полезные и добрые дела. В рамках этой акции на территории 31 школы и пяти парков будут высажены деревья, кустарники, цветники. Нам до майских школьников нужно максимально привести территорию в порядок. Конечно, после этого не останавливаться, но все знаковые места – это сферы общественной территории, дворовой территории, предприятия. Те места, до которых мы дотягиваемся обычно, необходимо убрать. Празднование Дня Победы – главная тема совещания. С 3 по 9 мая в округе запланировано более 140 праздничных мероприятий. В преддверии Дня Победы специально организованные агитбригады будут выезжать адресно к нашим дорогим ветеранам, чтобы поздравить их с праздником и выразить свою благодарность за их подвиг. В культурно-досуговых учреждениях городского округа Люберцы пройдут праздничные концерты, посвященные Дню Победы. 8 мая на всей территории округа состоится торжественное возложение цветов. Основная праздничная программа запланирована на 9 мая. В этот день для жителей и гостей округа будут организованы памятные мероприятия, выставка военной техники, полевая кухня, спортивные конкурсы, фотозона, ретро-дискотеки, тетрализованные постановки. А в 17.00 на сцене Центрального парка Люберец начнется концерт. Здесь будет играть духовой оркестр, выступят артисты и коллективы городского округа Люберцы, а также приглашенные коллективы, которые исполнят всеми любимые отечественные песни. Подробнее с афишей праздничных мероприятий можно познакомиться на официальном сайте городского округа Люберцы РФ, кликнув на соответствующий баннер. Встречу с жителями в формате выездной администрации провели в жилом комплексе «Кореневский форт». Люберчане задавали вопросы главе округа, руководителям профильных подразделений администрации, представителям управляющих компаний и депутатам. Какие вопросы беспокоят Люберчану, знали мои коллеги. Это дорога наша. Вот отсюда они все заезжают. Вот здесь стоят все эти заборы. Эти заборы, вот эти, вот эти, в ближайшее время мы демонтируем полностью. Один из главных вопросов – экологическая безопасность. Рядом с коттеджным посёлком Марусин-Лук – большая промзона. Ряд предприятий, которые работают на её территории, нарушают природоохранное законодательство. Мы сегодня пришли обсуждать несанкционированную свалку прямо возле коттеджного посёлка, возле жилых домов. Там была организована свалка под лэп и жгли мусор и разным образом его перерабатывали. Вот это был запах, свет, шум. У нас регулярно проходят рейды совместно с Министерством экологии. Штрафы за нарушение экологического режима очень серьёзные. Одной организации здесь насчитали уже 57 миллионов рублей. На это мы останавливаться ни в коем случае не будем. Все, кто нарушают правила ведения законного бизнеса, должны быть наказаны, привлечены к ответственности. Поэтому у нас рассматривается несколько вариантов изымания земельных участков. Обсудили строительство социально значимых объектов, зачисления в детские сады. Комплектование групп начнётся 15 мая. Многие вопросы касались медицинского обеспечения. Мы узнавали по поводу специалистов нашей поликлиники, которые находятся на вертолётной, на улице Вертолётной. У нас, естественно, ранее был недокомплект, неукомплектованность, проблема с записью. Но сейчас, как говорит заведующий, вроде бы меняется ситуация. То есть, последовали какие-то положительные изменения. Ну и мы надеемся на лучшее. На встрече обсудили начало модернизации водозаборного узла, ремонт и содержание дорог в коттеджном посёлке Марусин сад, работу общественного транспорта, установку ограничительных знаков для большегрузов. Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Стартовал сезонный ремонт дорог. В весенний-летний период в Люберцах заасфальтируют 70 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На Южной улице, где уже приступили к работам, побывали мои коллеги. Южная улица – одна из самых загруженных в округе. Этот участок дороги протяжённостью полкилометра от улицы Космонавтов до железнодорожного переезда давно нуждался в комплексном ремонте. Честно говоря, большой подарок. Потому что уже устали слушать громыхание фур и всё остальное, потому что заплатки, дорога плохая. Невозможно заснуть. Сейчас, слава богу, за много лет сделали полностью дорогу, чтобы не латать вот эти вот дырки. Главное, чтобы дорога была качественной. Я вижу, что качественно при мне снималось всё покрытие. Проезжую часть асфальтируют с соблюдением технологий. Качество работ контролирует дорожная лаборатория. Температура асфальта во время укладки – 160 градусов по Цельсию. Толщина нового покрытия – 5 сантиметров. Это такой участок дороги достаточно изношенный. Ремонт ждали, поэтому, как только позволили погодные условия, мы начали укладку асфальта. Сейчас по городу проводится и на других также улицах ремонт. Это Хлебозаводская, там в данный момент устанавливается бордюр. Весь летний период будет сопровождаться ремонтом, активным ремонтом дорог. Всего в городском округе Люберцы в этом году отремонтируют 10 муниципальных дорог общей протяжённостью более 8,5 километров. Также в программу ремонта вошли пять участков региональных дорог. Четыре из них выбрали сами жители на портале Добродел. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ. В жилом комплексе Люберцы появится ещё один социальный объект. На улице Камова приступили к строительству новой школы. Она будет соответствовать всем современным требованиям и в полной мере обеспечит жителей микрорайона школьными местами. Подробнее в сюжете. Эти кадры позволяют оценить масштаб строительства и размеры будущей школы. На этом месте вырастет здание площадью 22 тысячи квадратных метров, в котором будут получать знания 1650 учеников. Новый объект образования станет самым большим в городском округе Люберцы. Мы на самом деле не боимся вызовов и готовы реализовывать самые не только большие, но и самые качественные, самые опережающие объекты, в том числе объекты социального культурного назначения. На территории жилого комплекса Люберцы уже построено 3 школы и 5 детских садов. Этот объект образования заключительный. Старт его строительства прошел в торжественной обстановке. В основании будущей школы заложили капсулу времени с посланием потомкам. Старт бетону! Да! Ура! Проектировщики собрали все лучшие решения для комфорта учеников и педагогов. В новой школе оборудуют специализированные классы, мастерские, актовый зал, рассчитанный на 714 зрителей, 4 спортивных зала со своими раздевалками и душевыми, а также просторную столовую на 825 мест. Каждый микрорайон, который строится, строится обязательно с социальной инфраструктурой. Это сады, школы, поликлиники, комплексное благоустройство. Это требования, которые установил губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Эти требования жестко контролируются. Несмотря на то, что объем работы предстоит колоссальный, школу построят в кратчайшие сроки. Ее открытие запланировано 1 сентября следующего года. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, Александр Глазов, Телеканал ЛРТ. На основании решения арбитражного суда Московской области в Люберцах демонтировали еще один торговый павильон. У собственника отсутствовало разрешение на его строительство, а земельно-правовые отношения не были оформлены. Тему продолжит наш корреспондент. Этот торговый объект площадью 77 квадратных метров расположен на пересечении улиц Южный и Космонавтов. Его построили больше 10 лет назад. Но за это время об оформлении документов на установку и эксплуатацию павильона никто не позаботился. В соответствии с решением арбитражного суда Московской области данная постройка признана самовольной. В связи с отсутствием исходно-разрешительной документации и оформлении земельно-правовых отношений. Поэтому сегодня сам собственник добросовестно решил снести данный объект в связи с тем, что решение суда вынесено не в его пользу. С октября прошлого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора региона проводят работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей. Я живу в этом доме Южные-3. Мы очень недовольны были все жильцы окружающих, спальный район у нас. И детская площадка были возмущены, что здесь такой самострой. И спасибо, что администрация откликнулась. Освободившуюся территорию приведут в порядок для удобства жителей. Всего с начала года в округе демонтировали более 10 незаконно возведенных торговых объектов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ. Жители округа присоединились к всероссийской акции по очистке от мусора береговой линии водных объектов. Акция «Вода России. Берег добрых дел» стартовала в стране в 2014 году. Четыре года назад к ней присоединились и люберцы. С участниками акции пообщался Богдан Колесников. С 2021 года в рамках экологической акции в округе очистили Малаховское озеро, Пихорку, Чернавку и Македонку. В этом году все силы сконцентрировали на уборке кореневского карьера. Гораблями и метлами вооружились волонтеры, представители молодежных организаций и спортивных федераций округа, участники клуба «Активное долголетие». Вместе удалось собрать более 12 кубов мусора и прошлогодней листвы. Мы в школьные годы всегда с Викой ходили на субботники. Постоянно, каждый раз мы на субботники помогали убирать школу. И решили выйти на масштабный субботник, чтобы помочь нашему карьеру собрать мусор, чтобы летом тут было чисто и можно было купаться, загорать и проводить отлично время. Очень много бутылок, очень много, которые часто на карьере режут ноги. Вот сами по себе знаем на песке. Проводилась санитарная очистка не только береговой линии, но и водной глади. Самоходный земснаряд обрезал заросли камыша, вытаскивал топляк и крупногабаритный мусор. Вместе с главой округа Владимиром Волковым жители опилили аварийные сухостойные деревья, высадили липовую аллею. А в Коренёвский карьер опустили мониторинговый буй для контроля качества воды в режиме реального времени. Здесь, кстати, много резло. Много резло? Да. Все видно, да? Ну, сейчас видно, да. Это уже потом, летом все... Ну, немножко подсветает, но это один из самых чистых водоемов в Подмосковье, кстати. Показания выведены у нас в управление, то есть 24 на 7. Мы контролируем состояние и анализ воды, в связи с тем, что здесь занимаются спортсмены непосредственно в воде и, естественно, дети. Поэтому это очень важно. Будем абсолютно готов к новому сезону. Мы его сегодня запускаем и с сегодняшнего дня также будем мониторить воды, воду в Коренёвском карьере. Для самых маленьких и тех, кто уже поработал на субботнике, подготовили активности. Пляжный волейбол и футбол, соревнования на меткость и координацию. Каждый мог угоститься гречневой кашей с тушенкой из полевой кухни и горячим чаем. Коренёвский карьер – это уже такая традиция, традиция всех микрорайонов, прилегающих к этому месту. Сюда приходят дети, спортсмены. Вот сегодня как раз мы проводили много мероприятий. И на этой территории карьера было проведено благоустройство по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Всё должно быть комфортно, современно, безопасно. Поэтому мы приглашаем всех приезжать к нам в гости. К окружному субботнику присоединились и жители ЖК Новокроскова. Эти дома на Егоревском шоссе сдали в эксплуатацию шесть лет назад. Дворы чистые и ухоженные. Чтобы дополнительно озеленить общественное пространство, высадили саженцы клёна, ели и берёзы. Пойдёт на пять-семь лет, зазеленеет всё будет. Люберчане привели в порядок сквер около Ухтомского пруда и прибрежную зону Новокросковского карьера. Заключительный субботник, общеобластной, состоится 27 апреля. Главной площадкой станет Центральный парк культуры и отдыха. Богдан Колесников, Денис Заугольников и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ. Начиная с 2007 года, каждую третью субботу апреля отмечается праздник труда Подмосковья. В этот день чествуют настоящих профессионалов, людей, которые на протяжении многих лет трудятся во благо развития своего региона. В городском округе Люберца виновника торжества поздравили в картинной галерее. Это событие не прошло без внимания нашей съёмочной группы. Сотрудники учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, специалисты в области строительства, дорожного хозяйства, представители научных и промышленных предприятий. Одним словом, в картинной галерее собрались люди труда. Те, кто по-настоящему влюблён в свою профессию. К нам в Люберцы хотят приходить новые производства. Мы их с радостью ждём, потому что это новые рабочие места, это налоги, это уверенность в завтрашних дней, это, конечно, доброе имя нашего городского округа. Поэтому, уважаемые друзья, поздравляю всех с этим праздником. Желаю всем только, конечно же, новых горизонтов трудовых, чтобы всегда была работа, чтобы были новые контракты, новые какие-то задачи, цели, чтобы мы все вместе их преодолевали и, конечно, добивались успеха. Мы, наверное, один из самых таких на остриях городских округов, потому что территория небольшая, население высокое. Население всё время обновляется, приезжают новые люди, делают большое строительство. Люди, кто здесь давно работают, помнят, как всё это было. И действительно, всегда Люберцы звучали и звучат гордо, потому что лучшие доядки тогда они были, лучшие работники сельского хозяйства, промышленных предприятий. Лучшие в своей профессии есть и сейчас. И в праздник труда их заслуги отметили благодарственными письмами губернатора Московской области, а также знаками отличия и почётными грамотами главы городского округа Люберцы. Отдельное внимание уделили трудовым династиям. Супруги Нечаевы уже третье поколение семьи работников вертолётного завода имени Миля Икамова. Отец он инженер, он закончил ведущим специалистом по аэродинамике. Мама дефектоскопист, она тоже там больше 40 лет отработала. Бабушка 20 лет в своё время занималась тем, что убирала сборочный цех. Нужно иногда кому-то убирать за нами. Супруга вот она в КБ работает, а я в слесоремонтник. Ну, эмоции, конечно, захлынули. Я расстроилась немножко тем, что здесь должны были представители его родителей. Они должны были здесь присутствовать. Ну, ввиду возраста уже преклонного. Слава Богу, как говорится, живы. Они, слава Богу, уже здоровы. Нет, ну, со здоровьем не очень. Поэтому не смогли, естественно. В перерывах между награждениями праздничный концерт. С Днём труда жители Люберец поздравили артисты и творческие коллективы городского округа. Найти дело по душе, узнать о местах работы в округе и трудоустроиться. В Люберцах прошла ярмарка вакансий. Присутствовали представители разных компаний, а соискатели могли заявить о себе, не дожидаясь собеседования. Тему продолжит наш корреспондент. Ознакомиться с вакансиями, условиями работы и размером зарплаты, а также получить консультацию или приглашение на собеседование можно прямо на этой площадке. В ежегодной ярмарке вакансий приняли участие около 30 представителей разных компаний. Сфера деятельности разнообразна. От производства и промышленности до здравоохранения и торговли. Эта ярмарка вакансий доступна совершенно для всех. Не только для безработных, но и тот, кто хочет поменять, например, работу, сферу деятельности. И, конечно, это облегчает даже безработному гражданину. То есть не надо приезжать на каждое предприятие по отдельности, тратить свое время на дорогу. А можно пройти собеседование сразу в одном месте у нескольких работодателей и подыскать себе что-то лучшее. Светлана Авчиренко по образованию дизайнер. Посвятила этой профессии больше пяти лет. Но сейчас нигде не работает. Хочет попробовать себя в новом направлении. Посетила ярмарку, чтобы узнать о требованиях приема на работу. Я обошла примерно все. И, ну, собственно, все, что я, как я посчитала, меня может заинтересовать. Или где я могу заинтересовать, как, собственно, сотрудник. Я рассматриваю разные предложения о работе. И, ну, меня, в принципе, устраивает. Конечно, это полезно. Потому что, ну, когда ищешь работу, ты рассматриваешь разные предложения. И работу можно найти в самом неожиданном месте. В базе Люберецкого центра занятости 2500 вакансий по рабочим профессиям. Среди самых востребованных – слесари, водители, токари и сварщики. На предприятии «Текстиль-профи» сегодня открыто больше 20 должностей. Если это офисные вакансии, то это продажники и дизайнеры. Потому что мы текстильное большое объединение. У нас тоже, как бы, разноплановые – это и одежда, и шторы, и постельное белье. Если, как бы, взять производство, то это швеи, стегальщицы, ну, и обслуживающий персонал. Благодаря таким мероприятиям удается сократить численность безработных в округе. Если в начале 2023 года она составляла 705 человек, то в 2024 сократилось до 307. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецком филиале «Мострансавто» вновь проводят антитеррористические учения. В плановом режиме руководства предприятия вместе с сотрудниками отработали действия при обнаружении взрывного устройства. Как проходит обезвреживание подозрительного предмета, узнала наша съемочная группа. По легенде учений водитель автобуса обнаружил на конечной остановке подозрительный предмет в салоне. В первую очередь он сообщил о находке диспетчеру. Я водитель маршрута 373, Розаев Ильдар Нажмутинович, обнаружен предмет бесхозный. Во время учения особое внимание уделяется отработке оперативных действий персонала при ЧС, а также проверке знаний транспортной безопасности. В тренировках принимают участие сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и кинологи. Проведение таких профилактических мероприятий позволяет минимизировать возможные риски и устранить уязвимые места в системе безопасности. Безопасность прежде всего. И, сходя с этого, мы проводим эти тренировки и для водителей, чтобы знали, как действовать, и для людей, которые должны быть безопасны. На обезвреживание подозрительного предмета у специалистов уходит меньше часа. Подобные антитеррористические учения в МОЗ «Трансавто» проводят около 10 раз в год. 20 апреля отметили один из важных социальных праздников – Национальный день донора. Он посвящен добровольцам, которые сдают свою кровь, чтобы спасти жизнь других. Представители партии «Единая Россия» приняли участие в акции. Об этом расскажем в сюжете. В этот день помимо добровольцев чествуют и сотрудников станции переливания крови. Ежедневно они собирают жизненно необходимые компоненты, проводят лабораторные исследования. Вот и сегодня ни минуты не сидят без дела. Желающих настолько много, что кресла не пустуют. До того, как я стала здесь заведующей, я так понимаю, немного агитация страдала. Было так 3-5 человек. Очень мало, конечно. И мы сейчас увеличили. В день у нас приходит как минимум 20 доноров. А в такие акции, как День донора, как вот сейчас праздник, у нас ребята с Молодой гвардией пришли. Вообще наши текущие доноры пришли. Поэтому у нас сейчас очень хорошо все. С каждым годом доноров становится больше. Постоянные участники – представители Молодой гвардии «Единой России». Дважды в год они собираются и делают доброе дело. Ашот Маргарян – донор уже 8 лет. На самом деле, сдача крови, она нам, как бы, человеку она не во вред. То есть, в принципе, кровь-то она восстанавливается. А людям, которые теряют кровь, да, вот всякие разные трагические события происходят, и кровь, она им нужна. Поэтому вот эта сдача крови, она как раз помогает людям. Вы снимаете? Да, я первый раз. Стать донором может каждый с 18 лет. Тамаре Веревкиной, 38, работает в местном отделении партии «Единой России». Сдавать кровь пришла впервые. Раньше боялась принимать участие в таких акциях, но с поддержкой коллег все же решилась. Глядя на ребят из нашей Молодой гвардии, которые постоянно сдают кровь, с постоянной периодичностью, мы постоянно им помогаем, поддерживаем их. И глядя на них, я решила, что, наверное, в этом году мне нужно сделать этот шаг. И первый раз решила тоже помочь кому-нибудь. Помимо того, что донорство – это добровольная помощь, это еще и полезно для здоровья. Ведь периодическая сдача крови в пять раз снижает риск инфаркта или инсульта, улучшает обмен веществ и стимулирует кровообращение. А также это постоянный контроль здоровья самого донора. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Люберчане передали бойцам специальную военную операцию, очередную партию маскировочных сетей. Их сплели члены общественной организации «Дети войны. Память». В музее Великой Отечественной войны, где ветераны вместе со школьниками изготавливают камуфляжные сети, побывали мои коллеги. Змейка готова. И вот на змейку мы сейчас подплетаем вот такие вот травки, чтобы наша техника была сохранной и все сливалось с природой, с природным естественным фоном. Технику плетения маскировочных сетей члены организации «Дети войны. Память» освоили в прошлом году. В начале апреля несколько изделий уже отправили в зону спецоперации. Теперь передают новую партию. Мы понимаем сегодняшнее время, понимаем востребованность того, что мы делаем, помогаем фронту, плетем сети. И ребята, приезжая и высказываясь, говорят, что одна сеть и ее жизнь на боевых позициях всего лишь 2-3 дня. Сети пойдут прямо на передовую позицию. Ими прикрывают и технику, и прикрывают блиндажи. И в этих сетях есть энергетика, энергетика ветеранов Великой Отечественной войны. И мы будем это дело продолжать до полной победы. Среди активистов ветеранской организации – Тамара Осипова. Она часто встречается с подрастающим поколением, рассказывая о пережитых годах войны. Несмотря на возраст, а ей 89 лет, Тамара Никитишна готова оказать посильную помощь. Во время Великой Отечественной войны я помогала маме привязывать к ремням Антабки. Ремни эти шли для автоматов. В настоящее время я не могла остаться в стороне. Поэтому помогаю делать сети. Чтобы смастерить полотно размером 6 на 3, уходит около недели. Сегодня работа кипит в два раза быстрее. К плетению сетей подключились десятиклассники из 4-го лицея. Спасибо вам огромное, что вы находите время, нашли время, сплели эти две сети. Эти сети мы передаем через Российский союз офицеров на Донецкое направление. Вместе с маскировочными сетями ветераны передали российским бойцам чай, печенье, иконки, обереги, детские письма и открытки ко Дню Победы. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Проверить свою физическую подготовку, оказать первую медицинскую помощь и пройти исторический тест. Все это ждало участников муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В ней приняли участие более 50 школьников. Как команды справились с заданиями, узнала Анастасия Кладинова. В первую очередь это наша традиция. И такие игры проводились всегда в нашей стране на протяжении десятков лет. Дорогие ребята, я желаю вам сегодня испытать, еще раз повторюсь, испытать себя, стать крепче, тянуться за старшими товарищами, ну и набираться сил. «Зарница» проходит в Люберцах уже не первый год. Это состязание всегда привлекает большое количество участников. Военно-патриотическая игра никогда не теряет актуальности. Вы здесь, помимо всего прочего, узнаете, что такое братская помощь. Плечом к плечу вы будете проходить испытания, где самое главное будет взаимовыручка. Игровые остановки расположились по всей территории дворца спорта «Триумф». Задача не только показать физические способности, но и продемонстрировать скорость в сборке и разборке автомата Калашникова. У половины есть опыт. Мы проходили Олимпиаду по ОБЖ и запомнилось. А у остальной половины, ну, не совсем есть опыт в этом. Первый раз. Мне это может пригодиться, к примеру, в армии, либо кто-то на военное идет и может тоже пригодиться. Настоящий защитник не только обладает силой и храбростью, но и знает историю своей страны. Для проверки знаний команд организована викторина, а оказание первой помощи – задача не из легких. Сделать спасательную петлю, чтобы помочь раненому товарищу. Я и моя одноклассница, напарница, мы делали спасательные петли на живых людях. Я думаю, конечно, это поможет каждому человеку, ведь мы не знаем, какие ситуации могут с нами случиться, ведь в руках не каждый унесет человека, а если сделать такую петлю, мы сможем спасти чью-то жизнь. Игра каждый год отличается заданиями, но неизменным остается одно – формирование у детей гражданской сознательности и патриотизма. Когда вы выполняете любой строевой элемент, должно соблюдаться положение строевой стойки, а именно, видите, подбородочек поднят, пальцы полусогнуты, большим пальцем прижали сверху, прижали руку по центру бедра, туловище чуть подано вперед, плечи развернутые. Это дисциплинирует в первую очередь, ну и, конечно же, эта команда, это патриотическое воспитание, они учатся взаимодействию, дисциплине, порядку, ну и, конечно же, подготовки, и исторические у них эстафеты проходят, и спортивные эстафеты, все это пригодится в жизни обязательно. Всего школьники прошли 8 игровых этапов. В Зорнице участвовали ребята от 11 до 17 лет, а больше всех баллов получила команда «Люберецкие кадеты». Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В «Люберцах» прошел зональный этап всероссийского конкурса «Лучшая дружина юных пожарных». Это ежегодные соревнования среди школьников, направленные на популяризацию пожарного и спасательного дела. Наша съемочная группа познакомилась с участниками проекта. Стадион инженерно-технологического лицея – словно большая тренировочная площадка для спасателей. По всему периметру пожарный инвентарь и атрибуты, без которых не обойтись при тушении огня. Для определения сильнейшей команды все готово. Я желаю каждой из команды, чтобы проявили себя со своей лучшей стороны. Всем вам удачи, только вперед, не останавливайтесь на достигнутом. С победой каждого. За звание лучшей дружины юных пожарных борются 8 команд. Для победы необходимо преодолеть 8 испытаний, где нужно проявить скорость, выносливость и ловкость. У этих ребят опыт уже есть. Прежде чем попасть на эту площадку, они прошли отбор в своих округах. Эти ребята состоят на базе своих школ, состоят в дружинах юных пожарных. Соответственно, на территориях проводятся подобные соревнования. Команда, которая занимает первое место, она участвует в зональных соревнованиях. Конкурсы у нас разнообразные, начиная от конкурса стен газеты и заканчивая комбинированной пожарной эстафетой. Подготовлены все тоже очень хорошо. Соперники равные. Это тяжелый бой будет. Хотелось бы хотя бы попасть в тройку лидеров, но главное – участие. На самом деле, такие конкурсы реально хорошо подготавливают человека к какой-то непредвиденной ситуации в домашних условиях. По итогам соревнований победителем стала команда из городского округа Луховицы. Теперь ей предстоит участие в областном этапе конкурса. В Дворце культуры провели отчетный концерт детской музыкальной школы номер 2. Воспитанники учреждения показали, чему научились за прошедший год. Некоторые из них поделились с нашей съемочной группой дальнейшими творческими планами. Отчетный концерт открыл оркестр народных инструментов «Русский лад». Этот коллектив – неоднократный победитель конкурсов и фестивалей различных уровней. Алексей Соколов играет на балалайке. Этот инструмент юноша изучает уже 7 лет. В следующем году он будет выпускаться из музыкальной школы. Я много чему научился. Все-таки 7 лет – это очень много. Очень много опыта, очень много концертов было, конкурсов. Так что много чего умею. Собираюсь после выпуска, скорее всего, по музыке не пойду. Но все равно будет, на всякий случай, может, сыграю где-нибудь. А вот Никита Сич, напротив, после выпуска из школы расставаться с музыкой не собирается. Его инструмент – кларнет. Инструмент очень сложный и отличается своим тембром от многих духовых инструментов. После музыкальной школы я планирую начать концертную деятельность, оставив оркестр. В настоящее время в музыкальной школе номер 2 учатся около 450 детей. Самое многочисленное – отделение фортепиано. Играть на этом инструменте учатся 90 человек. Очень сложная программа. И сольные выступления, и ансамблевые выступления. И аккомпанирование солистам, инструменталистам и вокалистам. И приучаем к сцене, приучаем к конкурсной работе, концертной работе. Конечно же, ребята учатся по разным направлениям. Участвуют в конкурсах. Они занимаются своими преподавателями в своих классах, повышают свое мастерство. Но выход на большую сцену, это Люберецкий дворец культуры, это всегда такая ответственность. Человек проверяет какие-то свои возможности. Это встреча со слушателем. Обучение в школе длится 8 лет. В этом году учреждение дополнительного образования выпустит 40 учеников. А для желающих стать частью большой музыкальной команды уже открыт набор. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе состоялся заключительный в этом сезоне концерт для участников клуба «Активное долголетие». Своими эмоциями и впечатлениями о празднике жителей серебряного возраста поделились с Богданом Колесниковым. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Клуб «Активное долголетие» открыли в округе в 2020 году. Участниками проекта уже стали более 9 тысяч люберчан. Это женщины старше 55 лет и мужчины за 60. Они не потеряли интерес к жизни, остались энергичными и жизнерадостными. Настроение замечательное. Как хорошо, что для нас организовывают такие вечера, такие дни. Очень приятно. Спасибо всем организаторам. Валентина и Владимир Коломеец недавно отметили изумрудную свадьбу. 55 лет в любви и согласии. Несколько лет назад записались в клуб «Активное долголетие» и посещают его вместе. Там строение отличное. Вечер дюдесный. Мы очень ждем этих встреч и радуемся общению, танцам, песням. И участвуем всегда в танце. Большое количество людей посетило наш концерт. Более двух с половиной тысяч наших жителей серебряного возраста отдыхают, радуются, танцуют, общаются. Очень много благодарностей в адрес администрации, главы, в адрес спорткомитета, в адрес наших артистов, которые поют и танцуют на безвозмездной основе и делают приятное нашим жителям. И действительно вдохновляют новую жизнь и радуют их. С начала года концертную программу с викторинами и конкурсами для люберецких долголетов провели 15 раз. Хорошее настроение и заряд энергии дарили творческие коллективы Подмосковья. Наталья Волкова, певица Анири и Алексей Блинов – постоянные гости праздника. Такое поколение, как они, могут нам давать большой пример, хороший, замечательный, в большом количестве. Сюда приходят, поддерживают нас, артистов, наши выступления, поют сами песни. И уже ощущение того, что мы с ними вместе ровесники. И это самое прекрасное, что здесь есть. Мы обмениваемся эмоциями положительными, которые наделяют наши сердца. Мы вместе с ними танцуем, мы вместе с ними поем. Особенно мне нравится, что они выучили мою песню «Люберцы», которую я сочинил. Следующий сезон концертов для участников клуба «Активное долголетие» откроется в сентябре. «Люберцы» – место моей силы, «Люберцы» – мы, как наш я. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024» в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоялась презентация книги волшебных историй для детей «Однажды в Новый год». Издание особенное, авторы – люди с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее расскажем в сюжете. Ребята, сегодня мы будем с вами расписывать пряники, будем с вами сегодня кондитерами. Перед вами лежит глазурь, прянички имбирные, посыпки. Перед началом презентации книги для родителей с особенными детьми подготовили творческие мастер-классы. Пока ребята расписывали пряники, их мамы составляли букеты из фисташек, грецких орехов и декоративной зелени. «Мне очень понравилось, это вообще и моторик пальчиков, даже для взрослых. Ну и вообще очень, как вам сказать, очень восторг сделать. Ещё, конечно, недоделанная вот эта вся красота, которая будет. Но мне очень понравилось. Не зря пришли, такой праздник». «Библионочь» помогла встретиться с любимыми книгами и, конечно, познакомила с новыми детскими изданиями. «К нам обратились руководители местного влюберетского отделения «Мам особенных детей» с предложением поддержать акцию по продвижению этой книги. И мы с удовольствием на неё откликнулись. Настроение у всех такое жизнерадостное, бодрое, все в предвкушении торжественной части. «Библионочь» Сборник «Однажды в Новый год» состоит из 12 рассказов, написанных непрофессиональными писателями из разных городов России. Авторы историй – талантливые молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. «Но тем не менее они в себе находят силы, мужество, вдохновение черпают, чтобы писать такие сказочные, замечательные истории. И эта книга не только учит добру рассказы, содержащиеся в ней, но и сами авторы учат нас добру, мужеству никогда не сдаваться и находить в себе силы жить в любых обстоятельствах». Экземпляры уникального издания пополнили фонды всех библиотек городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. «Парад талантов» под таким названием в Люберцах провели первый инклюзивный фестиваль творческих возможностей. В Центральном парке маленькие жители округа пели, танцевали, читали стихи и получали подарки за свои умения. Подробности в материале моих коллег. «А пока наоборот, только черному коту и не везет». Большинство из этих ребят выходят на большую сцену впервые. И наверняка каждый запомнит этот день на всю жизнь. «Парад талантов» – это площадка, открытая для всех. Главное условие для участия – желание проявить себя. «Работы принимались не только вокальные, танцевальные, но и для кого-то целое достижение – собрать что-то, даже какую-то поделку из лего, рассказать стишок. Это для нас, кажется, легко и просто, а для них это целое достижение». Инициаторы проекта – представители фонда «Вера, Надежда, Любовь». На сегодняшний день он объединяет 40 семей, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. «Это наши дети, в первую очередь. Для них это очень важно. Общение, в первую очередь. Показать им, что они важны для всех. Они не незаметные, а очень значимые фигуры в жизни нашего общества. За нашими детьми наше будущее. Такие фестивали вообще дают детям не просто уверенность, а они их подстегивают идти дальше и развиваться. И это стимул для нас, работы для них». Подарки за свой талант и незабываемые эмоции получили около 20 детей. Первый инклюзивный фестиваль поддержали и творческие коллективы городского округа. Теперь это мероприятие станет ежегодным. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. «Уже более 30 лет в столичном регионе проходят физкультурно-массовые соревнования по спортивному ориентированию «Московский компас». На этот раз масштабное событие прошло в городском округе Люберцы и собрало рекордное количество участников. Луиза и Геозарян расскажут все подробнее. «Потом перейти на следующий маленький перекресток, от перекрестка до тропинки, потом по тропинке идти на другую, не знаю, куда туда». В руках карта и компас, а в голове желание найти все контрольные пункты и дойти до финиша первым. «Спортивное ориентирование» – это своеобразный квест в лесу. Но здесь важна не только скорость и выносливость, а прежде всего внимание и логика. «Где мы сейчас находимся? Покажу кончик». «Вот тут». «Вот здесь. Мы сейчас уходим с маркировки, пробежим немножко по дороге и потом опять на маркировку попадем». «Давай, побежали до маркировки». Этот лесной массив недалеко от деревни Токарева стал местом притяжения спортсменов из 30 регионов России. И наибольшее количество участников из Московской области. «Дети от 8 лет и старших до 90 лет. То есть, на самом деле, огромный охват участников. Есть профессионалы, есть начинающие дети, есть любители, которые когда-то занимались и решили вспомнить. И, конечно, это большое событие с точки зрения массовости привлечения в наш спорт, в спортивное ориентирование детей и людей разного возраста». Территория, где расположены контрольные пункты, огромная. Она частично охватывает Дзержинский и Лыткарина. Для каждой категории участников отдельные дистанции. При их разработке учитывают возраст, пол и уровень подготовки спортсмена. «Я усердно готовилась к этим соревнованиям и тренировалась в Измайловском парке. Я прошла и стала первой по группе Ж-12А». Московский «Компас-2024» проходил два дня. В массовых соревнованиях по спортивному ориентированию приняли участие около пяти тысяч детей и взрослых. В Люберцах прошел турнир по баскетболу на призы российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Это ежегодный праздник, который собирают на одной площадке лучшие детско-юношеские команды. За игрой наблюдали мои коллеги. В спортивном комплексе «Лидия», расположенном на базе 4-го лицея, встретились воспитанники комплексных спортивных школ Олимпийского резерва из Люберец, Жуковского и Москвы. В турнире участвуют две возрастные категории. В каждой по четыре команды. Призовые места распределяются по системе кругового турнира. То есть каждая команда между собой играет по одному разу и по количеству набранных очков уже определяются места. На прошлом турнире, в прошлом году наша команда заняла второе место. В этом году, надеемся, что у нас тоже будут призы. Вот в данный момент будет игра за третье место разыгрываться. Баскетболом я занимаюсь уже два года. Второй год идет. Почему баскетбол? Потому что у меня папа в молодости играл в баскетбол. 14 лет играл. Был капитаном команды. Ну и так получилось. Пошла по стопам папа. Хочется побеждать всегда, но сегодня что-то не получилось. Но обязательно все будет у нас. И все впереди. Победители подобных турниров приближают свои шансы попасть на областные или всероссийские соревнования. По итогам игр первое место в обеих возрастных категориях завоевали баскетболисты из Москвы. Уиза и Геазарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прошел год со дня смерти основателя и директора футбольной школы «Звезда» Валерия Товкача. Его скоропостижный уход стал большой утратой для спортивной общественности люберец. В память о человеке, который всю свою жизнь посвятил футболу, прошел турнир между детскими командами. Подробнее в сюжете. Во все времена спортивная школа «Звезда» считалась флагманом люберецкого футбола. И дело ее руководителя Валерия Товкача продолжается. На стадионе «Искра», где находится тренировочная база футбольного клуба, встретились шесть лучших команд округа, чтобы побороться за победу и почтить память выдающегося тренера. Это Урожай Томилина, Трудмалаховка и наши команды Кшоровские, которые именно занимаются в комплексной спортивной школе. Все эти дети, они уже будут участвовать в официальных соревнованиях. Поэтому мы и сделали этот турнир как бы тренировочный, чтобы они маленечко втянулись уже. Поэтому, кто будет победителем, не знаю, но призы получат все. Турнир памяти Валерия Товкача открыл летнее первенство Московской области. Впереди большой футбольный сезон, который продлится до конца октября. В нем примут участие 25 детских футбольных клубов городского округа Люберцы. Мы настроены на победу от второго места до третьего. Но мы верим только в победу. Мы тренируемся три раза в неделю. И мы готовы всегда на победу только. Моя задача в этом турнире – защищать ворота, чтобы они пролетали ко мне голову. И мы надеемся на победу. Валерия Товкача не стала 19 апреля 2023 года. Через три дня, после того, как ему исполнилось 53. Теперь каждый год в конце апреля в Люберцах будут проводить турнир его памяти. В следующий раз организаторы пригласят к участию команда из Москвы. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» провели первенство Московской области по самбо. За призовые места боролись более 200 спортсменов. Поединки лучших самбистов покажем в нашем следующем сюжете. В Подмосковье занимаются самбо более 11 тысяч подростков. Сильнейшие сегодня здесь. У Ники Нагулиной вся семья профессионально занимается боевым искусством. Дедушка, отец и дядя и тётя – мастера спорта. Ника начала осваивать приёмы самообороны в три с половиной года. За семь лет завоевала десятки золотых наград. Для меня впервые область по самбо проходит. Обычно боролась по дзюдо на области. Болевые пробую тяжело пока что. Но хочу научиться, чтобы быстрее заканчивать схватки. Соперницы все достойны, все молодцы. Тренер, он всегда поможет, никогда не пожелает зла. Если он скажет тебе работать больше, значит ты должен работать дольше. Мы воспитываем здоровое поколение, чтобы могли защитить себя, своих близких не давали в обиду. Тут надо постоянно сходить заниматься. Это очень ответственно, и родители должны работать над этим. И должны быть заинтересованы и родители, и ребёнок, чтобы был результат. Две ноги резко, он идёт. Иван Оржанов пришёл в секцию самбо пять лет назад. В соревнованиях такого уровня участвует не впервые. Много раз становился чемпионом. Сегодняшняя схватка стоила больших усилий. Я падал, когда на живот, просто меня пытался перевернуть. Чуть не сломал ногу. Соперник был серьёзным, но я смог одержать победу в этом поединке. В первенстве региона участвуют спортсмены 11-12 лет. Продемонстрировать технику ведения боя и практические навыки готов каждый. Очень достойно ребята борются, показывают отличную технику. Область наша всегда была богата такими талантами. Поэтому приятно видеть мальчиков и девочек. Ребята встали в 5-4 утра, приехали сюда. Кто-то гонял вес, кто-то себя в чём-то ограничивал. Но это уже маленькие личности, которые достойны многого. Лучшие спортсмены выступят на первенстве Центрального федерального округа в мае. Его проведут на главной арене Дворца спорта «Триумф». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова